Всем большой привет! Меня зовут Аня, и сегодня у нас с вами будет распаковка. Распаковка будет с иконики, с Wildberries и ещё несколько маленьких распаковочек с разных магазинов. Если честно, я не знаю, с чего начинать, потому что у меня здесь лежит куча вещей, в сторону которой я постоянно смотрю, и я не знаю, с чего начинать. Наверное, я начну с украшений. И одно из самых... одно из того, что я очень сильно хотела, это колье от Вива Лавика. Посмотрите на это и попробуйте сказать, что это некрасиво. Это просто невероятно! Я влюблена. Но я скажу так, это не серебро за те деньги, которые я за это отдала. Но коробочка красивая. Они ещё положили мне шоколадку, которая была очень вкусная, кстати говоря. Но сам факт того, что у них... и так у него вообще нету серебра, немножко грустно отдавать за эти украшения такие деньги. Из того, что ещё я купила, это уже Wildberries. Эти серёжки стоили 200 рублей. Мне кажется, они стоят этих денег хотя бы из-за коробки. Они разные, асимметричные. Выглядят клёво, мне нравятся. И за 200 рублей просто какая-то смена украшений лишней не будет, особенно для образов. Поэтому да. Не знаю, как будут в носке, их ещё не использовала. Но даже если на несколько раз, довольно хорошо. Потом идёт кольцо, которое я очень сильно хотела, поэтому я его выкину. Это кольцо, сделанное под кортье. Я очень долго искала на Wildberries такое кольцо, на котором не было бы написано кортье. Потому что сначала я нашла у одного бренда, но моего размера там не было. И я была очень сильно расстроена, но в конечном итоге нашла это. Это Alcor. Я не знаю, что это за бренд, честно скажу. Я о нём никогда этого не слышала. Узнала только на Wildberries. Но кольцо классное. Это серебро. То есть тут хотя бы понятно, что ты платишь деньги. У меня 16,5 размер. И помимо того, что это серебро, это серебро с фианитами. Считаю заслуженно. Оно стоило 2500, по-моему. Дальше. Из украшений Соколов. Это я покупала себе не сама, это был подарок. Можно сказать так. Это тоже 16,5. И тоже, если я не ошибаюсь, с фианитами. Оно очень красивое. Ну просто невероятно красивое. И причём я смотрела это же самое кольцо на сайте. В приложении Соколова оно стоило дороже. На Wildberries оно стоило 3000. Там 3800, конечно, разница небольшая. Но, знаете, приятно. Ну и приятно то, что я у неё свои деньги покупала. Мой парень, который посмотрит это видео, он такой, понятно. Итак, с украшениями закончили. Я думаю, что сейчас мы с вами посмотрим обувь. Обувь будет вся из Иконики. Вообще, Иконика это тот бренд, который мне очень сильно нравится. Это та пара обуви, которая, возможно, понравится не всем, потому что она, наверное, в какой-то степени специфическая. Но мне она очень понравилась. Лизай. Я балдею. Они прекрасны. Это 37 размер. Маленькая предыстория. Их не было на сайте. Их не было в официальном магазине. На сайте был только 36 размер, 36,5. Я ношу 37-38. И мне было максимально грустно. Я облазила весь сайт. И подписалась на рассылку, чтобы выловить их, когда они появятся. И я случайно увидела, что Иконика, оказывается, есть на Wildberries. Для меня это было немножко шоком, потому что я об этом не знала. Там был 37 размер. Что вы думаете? Я, конечно же, его заказала. Они мне подошли. Теперь у меня есть вот такие вот прекрасные туфельки. Не туфельки, а мюли, саба. Я кайфую. Они очень красивые. И за что я люблю Иконику? Это за то, какая у них приятная кожа и какие у них всегда приятные цвета. Самое приятное, что цены с Иконикой на Wildberries не сильно отличаются. То есть там может быть разница рублей 50-100. На сайте они стоили 6,990. Мы купили за 7,30 или за 7,50. Что-то в этом роде. То есть разница минимальная. Следующая пара обуви. Тоже Иконика. Эту мы заказывали уже через официальный магазин. Мы пришли их померить, но их не было. Но их не было. И мы заказали их прямо в магазине, потому что если заказывать в официальном магазине, в офлайн-магазине, то доставка бесплатная. Мне нравится этот каблук, потому что он выглядит довольно необычно. Мы привыкли к какой-то такой маленькой колодочке, к маленькому каблучку. Но они прекрасны, господи, боже мой. Просто посмотрите. Я балдею, боже мой. Для тех, кто, возможно, ищет себе базовые черные лодочки. Вот вам пример базовых черных лодочек. Они стоили 7 тысяч на скидках. И я считаю, прекрасная цена для туфель, которая прослужит вам очень долго. Это уже не туфли. Коробка такая прям, знаете, значительная и тяжелая. Эта модель тоже была на скидках. Эту модель я заказывала уже сама через сайт. И доставка была платной, 250 рублей. Они много, конечно, но просто как компликация факта. Это челси. Они выглядят вот таким образом. Они стоили тоже что-то около 7 тысяч. Доставкой вышло что-то 7200 или 7300. Считаю, что классно. Особенно за 7 тысяч челси сейчас, когда все масс-маркеты ушли, мы все привыкли к тому, что обувь может быть черная либо белая. Хотя к белой до сих пор не все привыкли. И большинство считает, что обувь может быть только черная. Но нет, это не так. Ботинки могут быть любого цвета. Что мне нравится, что у них для каждой обуви есть свой пыльник. Иконика не закончилась. У меня еще есть то, за что я была готова продать свою душу. Потому что она мне очень сильно понравилась. Это та сумка, которая побывала уже у всех блогеров, у всех стилистов, у всех инфлюенсеров. Все уже походили, с ней сказали, какая она классная. И все ринулись их скупать. Но, скажу честно, я не видела ни у одного блогера, на которых я подписана, этой сумки. Мамма миа. Она прекрасна. Я уже показывала ее во влоге. Во влоге, который еще не вышел. Наверное, в то время какое-то это видео он уже выйдет. Это любовь. Она прекрасна. Это идеальная сумка. Я, правда, сейчас постоянно забываю, как она открывается. Она довольно вместительная. То есть это не та маленькая сумка, к которой мы привыкли. Это не какой-то вам жакмюз, у которого сумочки милипись уличные. Потому что у меня у самой есть жакмюз. И туда влезает только касочка, ключи от машины и помада. Все. Больше ничего. В эту сумку, мне кажется, даже влезет моя книжка, которую я еще читаю. А может быть, даже и тетрадка, кстати говоря. Она есть еще в других цветах. Но поскольку я покупала ее не только для того, чтобы сходить самой, но и для того, чтобы моя мама могла ее носить, мы решили взять черную. Что ж. Дальше остались вещи. Начнут с этой кофты, которая на мне. Я не помню, как называется этот бренд. Потому что это не масс-маркет. Какой-то это именно, видимо, бренд, который представлен на Вайлдпрессе. Но она довольно классная. Я подпишу вам все артикулы на вещи, которые буду показывать. Если, конечно, они еще будут в наличии. Но, скажу честно, затяжку на ней ставить очень легко. Тут уже можно увидеть, кстати говоря, затяжки. Но эту цену, которую я за нее отдала, она стоила чуть больше тысячи. Думаю, пойдет. Следующая вещь. Я уже ее поносила, скажу честно. Это укороченный кроп-пиджак от Zara. Я заказывала его тоже на Вайлдпрессе. Я выбирала между ним и коричневым. Но коричневый не взяла, потому что коричневый пиджак у меня уже есть. Я подумала, что еще один укороченный мне не нужен. А голубой такой очень приятный цвет, очень свежий. Поэтому, да, я давно хотела себе укороченный пиджак. Следующая вещь. Тоже из Zara. Жилетка. Я искала себе жилетку. Я бегала довольно долго. Я уже ее поносила, поэтому она немножко вся в шерсти моего кота. Она очень классная. Я покупала ее, по-моему, за две тысячи. Я думаю, что если бы Zara была открытой, она бы стоила тысячи четыре. Zara закончилась. Следующее, что я купила, это черное миди-платье из Бершки. Кстати, говорят, есть ценник магазина. Она сначала стоила две тысячи, а потом две триста. Ладно, не суть. Я, честно, не помню, за сколько я его брала. Мне кажется, чуть больше тысячи. Просто обычное черное платье, лапша с разрезом внизу. Оно довольно классное и качество неплохое. Следующая вещь. Это, кстати, тоже Бершка. Это джинсы зеленые. Не спрашивайте, почему зеленые. Они мне очень сильно понравились. Я смотрела на них еще в самом начале, когда только Бершка появилась на Вайлдберсе. Они стоили каких-то бешеных денег. Пять тысяч, по-моему. И Бершка не тот магазин, в котором джинсы могут стоить пять тысяч. Это не лайм. По-моему, они стоили полторы или тысячу восемьсот. Что-то в этом каком-то диапазоне. Они классные. Я не знаю, сколько они прослужат. У меня не было, по-моему, никогда джинсы в Бершке до этого. Поэтому не могу ручаться за качество. Но если смотреть так, они довольно классные. И они очень легкие. То есть это не джинсы на зиму или там какую-то холодную осень-весну. Это джинсы на летом и на уже конец весны, начало осени. Когда еще утепляться не сильно хочется. Но вот это выглядит очень красиво. Еще одни джинсы на этот раз. Темно-синие. Я хотела темно-синие широкие джинсы. Потому что сейчас у меня есть только одни, по-моему, джинсы. Это джинсы из Lafayette Republic. Они голубые. И у меня были на лето еще одни джинсы с дырками из Zara. Но они светлые. И мне хотелось чего-то темного. Я ставлю артикул. За тысячу шестьсот. Я считаю отличные джинсы. Потому что они выглядят классно. И качество у них хорошее. Но они тоже не сильно толстые. То есть они тоньше, чем джинсы из Zara. Не знаю, как насчет джинсы из Lime. Потому что у меня их нет. Но они тоньше, чем джинсы из Lafayette Republic еще. Поэтому да. Зимой не поносишь. Особенно не у нас 12. Я купила себе черные брюки. Широкие. У меня были только зауженные или прямые. Мне хотелось чего-то широкого. Но, скажу честно, к ним липнет все. Например, волос мой. Но они довольно круто сидят. И качество, я считаю, неплохое. Они стоили где-то полторы тысячи. А полторы тысячи, я считаю, идеальные брюки. У меня 42 размер. Я смотрела по размерной сетке. Чисто теоретически можно было искать размер меньше. Но я боюсь, что они бы не застегнулись у меня на талии. Потому что там талия, по-моему, была меньше. Последняя покупка. Это куртка. Это не пуховик. Это девосезонная куртка. Это Lafayette Republic. В размере L. Маленькая предыстория. Эту куртку мерила моя мама. Но она ей не понравилась. И я решила померить. Мне понравилось. И мы решили ее взять. Потому что она стоила 2600. 2600 за куртку. Это очень дешево, я считаю. Да, это L. Я видела ее на Wildberries. Но она стоила там дороже. Если я найду ее, то я оставлю вам артикул. Насчет того, если она еще в магазинах и на сайтах, я не уверена. В общем, ставлю лайк. Особенно деньги, которые она стоила, я считаю идеальная куртка. На этом распаковка закончена. Обзор покупочек. Не знаю, сколько на это все ушло денег, но очень много, я думаю. И мне еще едут некоторые вещи. Поэтому да, спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok